Всем привет и сегодня мы поговорим о новой трилогии GTA Definitive Edition. Вернее мы рассмотрим новые мнения инсайдеров на этот счёт. И недавно в сети появилась информация, где были указаны системные требования, минимальные и рекомендуемые. Давайте рассмотрим минимальные требования для данной игры. И сразу же бросается в глаза операционная система Windows 10, ведь раньше данные игры спокойно игрались на предыдущих версиях Windows. Дальше процессор, видеокарта и оперативная память. Что могу сказать по этому поводу, так это то, что на таком же железе можно спокойно и GTA 5 запустить на минималках. И уже с этого мы можем догадаться, что ремастер будет действительно качественным. Ведь сравните графику GTA 5, на которой подобные системные требования считаются нормой, и сравните данную трилогию. Я думаю, что там будет намного больше, чем обычное улучшение графики. Да и игры на новом движке Unreal Engine весьма неплохие. Что касается рекомендуемых системных требований, так это то, что они почти такие же, как и рекомендуемые системные требования для GTA 5. Что соответственно дает понять, что ремастер от GTA 5 сильно отличаться не будет, и возможно станет еще лучше. Хотя само собой, если выпускать игру в 2021 году, и делать ее такой же, как и игра 2013 года, это глупо. Я думаю, что учитывая и сравнивая тот масштаб GTA 5 и масштаб, допустим, GTA San Andreas, несложно догадаться, что карта в GTA San Andreas намного меньше, чем в GTA 5. Есть и такие системные требования, учитывая то, что в игре маппинг перерабатываться не будет. Думаю, в GTA San Andreas Rockstar намного больше поработают над графикой. И эти системные требования это подтверждают. Само собой, GTA San Andreas будет одна из самых требовательных игр в трилогии, поэтому давайте сравним минимальные системные требования, когда она выходила, и новые. Как видите, даже место на диске она занимает только 4 гигабайта. А если учитывать то, что для трилогии как минимум нужно 45 гигабайт, и разбив это все на 3 игры, тогда одна игра будет занимать как минимум 10 гигабайт. А это в 2 раза больше, чем было раньше. Кто-то говорит, что в ремастере не будет много улучшений, и некоторые инсайдеры утверждают, что GTA трилогию превыпускают только из-за того, что она устарела. А вернее, устарел ее движок, на котором она работала. Также есть мнение, что GTA трилогия будет иметь одно из самых глобальных обновлений и улучшений, в котором разработчики поработали над освещением, добавили текстуры с высоким разрешением, увеличили дальность прорисовки и многое другое. Кроме того, как сообщается, что управление и прицеливание в трилогии будет такое же, как и в стиле GTA 5. В любом случае, если системные требования такие же, как недавно озвучили инсайдеры, думаю, там от GTA 5 будет многое. Ну и именно то, что все ждут в новом ремастере, так это новая графика. До выхода триллера остается совсем немного, я думаю, что 22 октября нам все это покажут. Главное, чтобы Rockstar оправдали наши ожидания. А на этом у меня все, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы не пропустить другие подобные новости из трилогии GTA. Всем спасибо за просмотр и до свидания, всего хорошего.